В Тверской школе номер 34 состоялась встреча учащихся с участниками специальной военной операции и волонтерами Тверского штаба «Помощь Донбассу», которые оказывают активную помощь тем, кто стоит на защите Родины. Школьникам рассказали о фронтовых буднях из первых уст, поблагодарили за их письма и открытки, которые дети писали весь год военнослужащим, а также о том, как куётся победа здесь, в Твери. Подробности этой необычной встречи у нашего корреспондента. По понедельникам и четвергам у школьников расписание и разговоры о важном. Этот четверг не исключение. Вот только формат урока был необычный. Тема – специальная военная операция. А вот рассказывают они уже не педагоги, а гости – волонтеры Тверского штаба «Помощь Донбассу» и участника СВО. И офицер с позывным «Алтай», который был на фронте с самого начала. Он поделился с подрастающим поколением своими воспоминаниями и рассказал о такой важной профессии – Родину защищать. Хочется сориентировать их по будущей деятельности. Если кто-то свяжет свою судьбу с защитой отечества, соответственно, может, какие-то моменты расскажу, смотивирую. Ну и в принципе, в целом, надо подрастающему поколению всё-таки показывать, рассказывать, что проводится у нас, чем занимаются вооружённые силы в целом. Среди родственников учащихся, а также среди бывших выпускников школы также есть участники СВО. Поэтому о необходимости таких встреч с героями говорят и учителя, ведь это пример мужества для подрастающего поколения. Мы живём в достаточно сложное и непростое время. И наши дети являются очевидцами достаточно значимых событий в истории нашей Родины. Дети должны знать историю. Помимо всего прочего, в спецоперации погибли ученики нашей школы. Вот эта память, она должна оставаться в наших сердцах, в сердцах наших детей. Сами школьники слушали гостей в непривычной для ребятишек тишине. Такие встречи, говорят школьники, позволяют познакомиться лично с героями. Мы сможем, в том числе я, познать тех, кто защищает на данный момент нас, тот, кто дерзает своими возможностями. О своей работе рассказывали координаторы Тверского волонтёрского штаба «Помощь Донбассу». Они на постоянной основе занимаются отправкой важных грузов в зону СВО для наших бойцов. Координатор штаба «Надежда» Калышкова уверена, что такие встречи детей и героев должны стать привычной практикой. Когда-то сама училась в школе, я очень хорошо помню уроки так называемого мужества, когда к нам в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны и рассказывали о том, кто они, что они. У нас появились наши новые ветераны, наши новые герои. И, соответственно, уроки мужества стали также актуальны. Ещё волонтёры рассказали о своей работе. Кроме того, штаб постоянно взаимодействует и с образовательными организациями. Взаимоотношения у нас есть не только со школьниками, но и с детскими садами. Ребята пишут письма, рисуют открытки каким-то датам. И просто так собирают подарки, собирают лекарства. И потом всё это приносят к нам в штаб. Как рассказывают волонтёры, добрые дела – это просто. И школьники тоже могут быть полезными в этом деле. Те же письма, рисунки, открытки – все доедины отправляются вместе с гуманитарным грузом на передовую. Как рассказал гость урока мужества Алтай, такие презенты очень ценятся. Каждый читается и бережно хранится, как талисман. И на этот раз гости не ушли с пустыми руками. Ребята вновь передали письма, рисунки для тех, кто сегодня стоит на защите Родины.